Христос воскрес, воистину воскрес. Этим прекрасным пасхальным приветствием желаю лично вам, вашим близким, вашим родным, много радости, обилии его благодати и благословений во всех, без исключения областях вашей жизни. Истина о том, что наш Господь-победитель вселяет в мое, вселяет ваше сердце уверенность во спасении, надежду и веру в великое наше с вами будущее, подаренное нашим Спасителем на кресте Голгофы. Помню, что кто-то из великих совершал великие победы во имя своей страны или своего народа, но один единственный Сын Божий, Сын Человеческий, Иисус Христос и всех, из всех, когда-либо живущих на планете Земля, совершивший подвиг во имя падшего человека, принес победу для всех времен, для всех поколений, народов, языков, для всех, без исключения континентов. Христос сказал, «Ибо сияясь кровь моя Нового Завета, за многих проливаема в оставление грехов». В 28 главе Иисус говорил об этом. Эти слова нашего Господа особенно поучительны по нескольким причинам. Слово «Завет» имеет другое значение, то есть сказанное нашим Господом, чем то слово, которое применялось в Ветхом Завете, «Завет». В древности оно имело значение двухстороннего соглашения, то есть тогда, когда две стороны договора отдавали друг другу все, что имели, и они несли за это полную ответственность, за свой договор. Но слово «Завет» в Новом Завете, друзья мои, по-гречески диафекс, не предполагает одинаковую отдачу обеих сторон. Оно имеет в виду в одностороннем договоре, когда только одна сторона имеет нечто, чтобы предложить это другой стороне. Это и есть, друзья мои, Новый Завет. То есть наш Господь заключил односторонний завет с человеком. То есть это была с Его стороны инициатива. Кроме своих грехов и долгов, которые мы имеем, имеет человек, Господу с нашей стороны нечего было предложить. У Иисуса Христа же для этого есть все необходимое, и только Он, Он один был в состоянии оплатить все наши долги и наши грехи. Писание называет это «Завет Его крови», который стоил Ему пролитой собственной крови и отдачи за нас своей собственной личной жизнью. Я скажу, если этот подвиг вам не доказывает, что Божья любовь не имеет границ, то ничто другое не в состоянии показать, в чем же заключается Его безусловно жертвенная любовь во имя спасения человека. Написано, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как вместе с Ним не дарует нам и всего». Апостол Павел, по-моему, в послании к римлянам в 8 главе об этом говорит. В Новом Завете Бог – это личность, которая дает нам все. Послушайте меня. Самое основное – это прощение грехов и жизнь вечную. В Новом Завете появляется новое слово для обозначения прощения. Прощение греха, которое имеет другой смысл, кстати, чем то же самое слово в Старом Завете. Ветхозаветное слово говорит о том, что Бог покрывает, покрывал грех. Писание говорит, что первосвященник, входя во святое святых, кропил крышку ковчега, крышку завета, кровью Агнца, то есть животного. И эта кровь покрывала, то есть скрывала грех израильского народа. И скрывала от Божьего гнева, от Божьего взора, так скажу. Делала это она в течение одного года. Грех по-прежнему оставался, но Господь как бы не видел его боли, так как он видел кровь жизни Агнца, которая была отдана за этого грешника, за израильтянина. Израильтянин был осужден на смерть из-за соделанного греха. Но жизнь и кровь животного, которая стояла между человеком и грехом, то есть суд откладывался на какое-то время, до следующего года, до следующего приношения в жертву Агнца. Но в Новом Завете, друзья дорогие, нечто поменялось. Христос не сказал, это кровь моя, проливаемая, чтобы покрыть грех. Послушайте, он сказал, сияясь кровь моя, за многих проливаема во оставление, то есть прощение грехов. Во оставление, то есть прощение грехов. В этом месте Писания слово прощение имеет значение уничтожение. Вот что оно значит. На кресте Голгофы проблема греха была окончательно разрешена. Приняв предложенный Господом завет в его собственной крови, означает то, друзья мои, что мы получили доступ к той жизни, которая была в нем самом, то есть в Боге была жизнь. И мы получили эту жизнь, приняв в веру и то, что Господь совершил для нас, меня и для вас на Голгофе, и исповедовав его нашим Господом и Спасителем, мы также получили участие в силе его воскресения. Не он ли провозгласил и дал мне вечное обетование? И так же и вам. Живу я, и вы будете жить. Наш завет в его крови никогда не нарушится. Никогда. Так как только в этом завете мы имеем жизнь вечную. Это вечный с ним союз. Христос воистину воскрес. И вечная жизнь, кстати, заложена в каждом без исключения человека, живущим до нас тысячелетиями до этого, или тех, которые будут жить после нас. Всем людям положено Богом жить вечно. Это Божье определение. Или на небесах, или в аду. И по причине того, что мы создание вечное. Желает этого человек или нет, не имеет никакого значения. Когда Иисус говорил о жизни вечной, он говорил о том роде жизни, которую Бог имеет, которую Бог обладает, которую Бог живет. Если человек не станет сопричастником его смерти и его воскресения, приняв верою то, что Христос совершил на Голгофе, став пасхальную жертвой, то вечность не будет для такого человека ярким светом. Вечность для таковых будет возмездием за грех и разлука с Богом. Для нас же с вами Бог открыл дорогу в небесный Иерусалим, для вечной жизни вместе с ним, в его присутствии во веки веков. Его смерть – это и наша с вами смерть и погребение. Его жизнь – это наша жизнь. Его победа – это моя и ваша победа. Его воскресение – это мое и ваше воскресение. Нет уныния и нет страха, печали, неверию, отчаянию или разочарование. Господь с нами во веки веков. Еще и еще раз – Христос воскрес, воистину воскрес и будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok